В Москве состоялась презентация павильона «Газпрома» на ВДНХ. Медиакорпорация Китая и телеканал НТВ представили фильм о газопроводе «Сила Сибири». В компании «Газпром» заявили, что азиатский вектор для холдинга стал основным. Международная выставка «Форум Россия», открывшаяся 4 ноября на ВДНХ в Москве, стала площадкой для укрепления сотрудничества между Россией и Китаем. Здесь прошла торжественная презентация павильона «ПАО «Газпром». Мероприятие приурочили к 4-й годовщине запуска газопровода «Сила Сибири», соединяющего Россию и Китай. В этой экспозиции мы старались показать, насколько разноспоронней и умеряющейся компания, которая включает в себя и энергетику, и дефтит, и аэропорту, и скульптитровку, и видеофонды – это целая вселенная, вселенная возможность. Мы уверены в том, что трубопроводные проставки газа – это нечто большее, чем простое отношение продавца и покупателя. Это философия долгосрочного взаимодействия нашего общества. Приглашенная китайская делегация совершила символический спуск в недра земли в интерактивном формате, познакомившись с работой российских газовиков. В рамках экскурсии они увидели, как происходит процесс добычи, осмотрели настоящее оборудование и спецодежду газовиков, и даже совершили путешествие по пути газопровода в формате AR – дополненной реальности. Невероятные впечатления получили не только представители Поднебесной, но и гости из России. Очень достойно, насыщенно, красиво, интересно. Я надеюсь, что как можно больше людей во время выставки России посетят этот павильон. Ну а что касается сегодняшнего мероприятия, бесконечно радостно было видеть коллег, с которыми я работаю, и по линии медиакорпорации Китай, и по линии группы компании «Газпром», и то, что происходит синергия общения, взаимодействия между этими двумя очень серьезными структурами, конечно, радует. Газопровод «Сила Сибири» соединяет Россию и КНР и является ярким воплощением китайской концепции «Один пояс, один путь». Компания «Газпром» таким образом выступает одним из локомотивов разворота нашей страны на восток. Этот вектор нашего развития нам присущ уже давно. И только подписание договора о купле-продаже природного газа по селе Сибири было в 2014 году. А подготовка к этому, переговоры шли еще раньше. Поэтому это уже не один, не два, это многие десятилетия работы в этом направлении. И очевидно, что азиатский вектор для «Газпрома» уже давно стал основным. И те проекты, которые сейчас у нас на столе, это продолжение этого движения. Одним из таких проектов стал цикл программ «Сила Сибири. Эхо шелкового пути», подготовленный телеканалами НТВ и CGTN «Русский» к десятилетию инициативы «Один пояс, один путь». Российский репортер Александр Каневич и китайский журналист Ван Делу прошли по маршруту магистрали. От места добычи голубого топлива в Сибири до газовой станции Байхэ в Шанхае. От школы в Благовещенске до жилого комплекса в Хэйхэ. Нашим зрителям, конечно, было интересно посмотреть, как там у них в Китае. Такого нигде никогда не увидишь. Сочетание именно технологий, людей, как все это. То есть тех, кто делает, мы показали, и для кого делают. И это очень важно. На презентации павильона «Газпрома» для гостей из Китая организовали просмотр фильма, собранного из нескольких программ документального цикла. Соведущий проекта Ван Делу отметил профессионализм российских коллег, а также рассказал о важности совместных инициатив России и Китая. Мы хотим показать все, что сможет сблизить наши народы. Я думаю, что у нас этот проект, документальный фильм, это только один из таких случаев или один из таких примеров, которые мы можем сделать. Я думаю, что в будущем году благодаря нашим российским партнерам мы можем сделать еще побольше. Одна голова – хорошо, а две – лучше. Залогом успеха проекта стал российско-китайский дуэт ведущих. Его слаженная работа в сочетании с мастерством съемочных групп НТВ и медиакорпорации Китая зарядили проект энергией и креативом. Когда Александр Алексеевич, генераль-директор Большой Азии, предложил вот эту вот идею двойного видения, когда есть русские корреспонденты, когда есть китайские корреспонденты, и возникает такое стереоскопическое зрение, и совсем по-другому выглядит тема, совсем по-другому выглядит материал. Он приобретает дополнительную глубину. Успех проекта «Эхо шелкового пути» открывает широкие перспективы взаимодействия средств массовой информации России и Китая. Ведь правильный партнер в любом деле – это уже половина успеха. Я очень рад за коллег с НТВ и медиакорпорации Китая, что им удалось сделать проект, который до них никто не делал. Это вообще очень серьезная работа, не только в журналистике, а вообще в бизнесе и в жизни, когда тебе удается сделать то, что до тебя никто не делал. «Газпром» – это гораздо больше, чем купили, добыли, продали. «Газпром» – это новый пояс и путь, газовый пояс и путь, который соединяет Россию и Китай, а через вот это соединение двух великих держав соединяет народы Евразии. Как отметил Александр Лебедев, сегодня Большая Азия или Большая Евразия – это уже гораздо больше, чем географические рамки. Это целый мир с общими для народов ценностями. Отношения России и Китая вступили в новую эпоху. Такой масштабный проект, как «Сила Сибири», является безусловным драйвером развития сотрудничества между нашими великими державами. Сегодняшнее мероприятие стало прекрасной возможностью для «Газпрома» познакомить китайских коллег с тем, как устроена работа российских газовиков – людей, которые не боятся холода. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.